Всем, кто смотрит нас, всем добрый день, а может даже вечер. Мы те самые ребята, которые выдвинулись 7 ноября 2022 года из города Серпухов и двинулись в неизвестном направлении. По итогу мы оказались на передке. Все мы здесь, мы живы, мы здоровы, и мы не сдались. Нас заранее ввели в заблуждение, не было никакого вида подготовки, брони, только снаряды, блядь, только быка, блядь. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача выжить, выжить и добраться до вас. Меня зовут Гурин Владимир Андреевич, я один со второй роты. Нас осталось не так много, нас потрепало, но мы не без вести пропавшие, мы не ранены и мы не убиты, мы не сданы в плед. С нами повели очень плохо, наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам, нас заранее укатывали. Приехал комбат, который приставился точкой, и разделили роту на две части. Первая часть в составе 60 человек выдвинулась, блядь, на Макеевку. Вернулись не все, но большая часть. Нас заранее ввели в заблуждение о том, что не нужно брать с собой ничего, кроме быка. Мы вымокли, мы были разбиты, часть была уничтожена. Также про нас говорят, что серпухов это одно и то же, как людоеды. Изначально, с давних времен это все собиралось. Людям выдавали отдельно магазины, кому шомпол, кому коллаж, кому затворную крышку. Броню даже не выдавали. Броню, которую выдали в городе серпухов, блядь, относится к разряду... Как правильно называется? Стракбольная. Стракбольная. Которая не держит ни пулю, ни нож, ни топор, блядь, ни лопатку. Также каска. После одного удара ножом она не выдержала, она треснула напополам. Также нам не предоставили форму. Нас не информировали, куда мы едем, зачем мы едем. Нам изначально сказали, что наша задача абсолютно другая. Все это время нас сводили в заблуждение. Каждый день нам говорили разную информацию, куда мы едем. И что мы будем делать, мы не знали. Наш командир роты, пропавший без вести, замполит пропавший без вести, заместитель командира 4-го взвода, пропавший без вести. На данный момент самой старшей является старшина 2-й роты. Мы живы. Помогите нам. Мы нуждаемся в вас, как и вы, в нас. В данный момент мы базируемся в военном городке, который уже собирается строить на нас какого-либо плана. Просим вас, не оставьтесь вознадушными, будьте людьми. Мы с вами. Но без вас мы не сможем, как вы без нас. Мы верим в вас. Город Барниковка, называется, где мы сейчас находимся. Скажите, как спали в лесу. Сейчас скажем. Скажи, если тебе, как спали в лесу, как спали в лесу. Давай, 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 говорите. Был обстрел. Обстрел велся нами, нашими же людьми, по нам велся обстрел. Нас привезли в Макеевку в 3 часа ночи. Началась выгрузка с Камазов. С Камазов была выгрузка, в 3 часа ночи нас повели. Но объявился, был такой, точка, представился комбатом. Комбат сказал, только называемый точка, передал нам другим лицам. Был один из них лютый, а второй пацаны, как говорят? Депутат. Депутат. Да, у него прозвища была депутат. Позывной. Позывной. Мы приехали, они приняли нас в состав, разделили состав на 2 части. Повели. Когда начался обстрел, так называемые комбаты, которые нас приняли, самые первые убежали они. Привели в незнакомую местность. Незнакомая местность была лесополоса. В этой лесополосе, не зная, как нам, как идти, как определяться по ней, нам как сказали. Ребята, кто потеряется в этой лесополосе, будет просто без вести пропавший. И по прибытию на место точки, куда мы должны были прийти, нас никто по головам читать не будет. Кто пришел, тот пришел. Кто не пришел, будет читаться грузом 200. Когда начался обстрел, комбат нас просто убежал, мы остались одни. Мы собирались партиями. Кто-то дошел в эту же ночь, кто-то дошел на утро, кто-то дошел через день на эту местность. Как нам быть и что нам делать, мы не знаем. Нам везде, нас просто пинают, как футбольный мячик. Мы к одному подходим, к старшинам. Нам говорят, ребята, ждите здесь. Мы ждем здесь. Другой нам говорит, ребят, будьте здесь. Опять то же самое происходит. Но время идет. Враг приближается. Как нам быть и что нам сделать? Мы в неведении. Насколько лиц стоит, что нам сделать? Да, мы сила. Но помочь нам просто некому. Спали в лесу, в грязи, в дождь. Окопы были ни о чем. В лужах спали, одна форма. Все промокли. Все заболели. Все заболели. Все больные. Бросили в лесу. Еды никакой. Пайку не дали. Ничего не дали. Началась очистка. Стреляли наши, не наши. И хохлы. И наши по нам стреляли. Еле унесли ноги. С вертолетов. С вертолетов. С минометов. С стреляли со всего по нам. Артиллерия работала по нам. Стрельба велась с любого орудия, которое вы знаете и слышали. Со всего орудия стреляли по нам наши же солдаты. И не наши тоже. И не наши тоже. После этого всего нас вывезли в ангар. Привезли в ангар. Сказали, ребята, будьте здесь. Приехал в ангар. Тот называемый точка в ангаре. Мы пробыли полтора суток. Приехал так же называемый точка. И говорит, ребята, мы вас сейчас вывезем. Мы начали задавать вопросы, куда нас везут. Мы в неведении. Старшин у нас просто нету. Приехали, загрузили нас в машине. Привезли вот в это здание. Без стекол. В здании все без стекол. Электричества нету. Электричества нет. Стекол нет. Холод, голод, еды нету. Отопления в городе нет. И опять мы в неведении. Что дальше будет? Мы как смогли. Мы дозвонились до родственников, до родных. В город Серпухов. Надеемся на них, что как помогут. Помогут просто нам вывезти нас в город наш. В Россию. Попасть. Командование тоже от нас отказалось. В данный момент командования у нас нет. Мы сами пытаемся сбиваться в роту. И командуем сами собой. Так как командование просто забыло о нас. Что мы есть. Обратите на это внимание в первую очередь. Нас бросили. Нас бросили. Нас просто кинули. Как кусок мяса. На растерзание врагу. А место, в котором мы находились, называется здесь фарш. Фарш. Да. На тех позициях, на которых мы находились. После первой ночи по утру, когда мы разговаривали с тем самым человеком, который себя назвал позывным депутат. К нему подошли наши командиры и сказали, что надо ребятам вещи забрать, чтобы были все сухие, чтобы дальше вести боевые действия. Ни одного здесь дезертира нету. Никто не отказывался воевать. Никто не испугался. Никто не испугался. Все хотели нормально себя показать и проявить. На что нам сказали. Машин не будет. И отсюда вы уйдете либо трехсотыми, либо идите отсюда пешком. Пешком до лагеря. Пешком до лагеря. Было порядка 15 километров. Мы все это прошли. Кое-как. Переоделись, согрелись. Под обстрелом прошли. Шли под обстрелом. Ночью также мерзли в лесах, потому что ночью было невозможно идти. Чтобы просто банально не погибнуть. Комбат в Серпуховце, который у нас был. Мы его не видели с поезда. Как мы прибыли сюда, мы не видели его с поезда. Подполковник Тесле. Да, подполковник Тесле. Когда нас везли в Макеевку, нам сказали, что нас будет провожать разведка. Разведки не было. Мы просто были кинуты. Кинуты теми, кому нам комбат передал. Все. И мы остались вот сейчас одни. Просто одни. На произвол судьбы нас кинули. Мы либо отсюда выйдем, либо живые, либо груз-200. Другого варианта просто нет. Сейчас, на данный момент, мы все решаем. Единственный вопрос. Либо мы остаемся, как говорится, здесь. И в составе нормального подразделения, как нам говорили. Это третий эшелон. Это охрана объектов и сопровождение колонн. От врага стояли в 500 метров. Если этого не происходит, то весь состав данной роты, батальон 1823, которого мы сейчас документально прикомандированы, город Серпухов. И по документам находимся до сих пор в городе Серпухов. Да, мы выдвигаемся. Обратно в Россию. Обратно в Россию выдвигаемся. И будем все это решать на более высоких уровнях. Чтобы все это было официально. И чтобы справедливость, как говорится, восторжествовала. Субтитры создавал DimaTorzok